Прямо сейчас с нами на прямой связи Анастасия Егорцева, Евпаторийский филиал, напомню. Настя, здравствуй. В городе-курорте на маршрут вышли новогодние трамваи. Расскажи, есть ли интересные детали в праздничном убранстве вагонов? Да, коллеги, доброе утро. Первый российский трамвай для узкоколейных путей протестировали. Такими заголовками сейчас пестрят все социальные сети, информационные агентства. Но вот чего нам это стоило? У нас в гостях утро нового дня. Я директор трамвайного управления имени Петецкого Михаил Клещенок. Михаил Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, как прошла обкатка? Успешно или не очень? Ну, скажу, что обкатку мы уже завершили. Было проведено 24 тестовых испытания. Работали специалисты из города Москвы со своим оборудованием. В режиме онлайн собиралась информация, потом аккумулировалась. И заседала межведомственная государственная комиссия, в результате которой трамвай подтвердил все технические показатели, которые были заложены конструкторами. У трамвая есть запас прочности. Он соответствует нормам безопасности и техническим требованиям. А 24 испытания? Ну, это достаточно много. Что это за критерии? По каким оценивалось? Ну, испытания вибрации, шумность, нагрев узлов, механизмов, деформации корпуса, ускорение, торможение экстренное. Проводились также испытания в динамической и статической нагрузке. То есть загружалась номинальная загрузка около 12 тонн песка. Трамвай ездил, потом снимались показатели, делались выводы, графики изучались. То есть никаких проблем не было? Проблем на самом деле нет. Но единственное, немножко по шумности показатели близко к нормам. Ну, то есть не превышает, а близко к нормам. Но это из-за наших трамвайных путей, потому что трамвайные пути, ну, большой износ. Ну, ничего, шум мы можем и потерпеть. Скажите, а в новогодние праздники уже курсировать будет новый вагон? Или это все-таки на следующий год переносит? Для того, чтобы мы получили возможность или право перевозить пассажиров, он должен еще пройти как минимум 2000 часов с этой нагрузкой. А все это время он будет в депо? Да, в депо и будет, конечно же, выходить на линии города. Ну, только без пассажиров. А, то есть он выходит без пассажиров? Да. Простительность его порядка сотни, да, человек? Да, больше, да. А как же понять, будет ли он успешно потом работать или нет, если он пустой ходит? Самое главное – это безопасность людей, обеспечение безопасности жизнедеятельности. То есть испытания технические – это один из этапов. Испытания уже самого трамвая – это уже вопрос, ну, как бы не столько технически, сколько опытная эксплуатация уже, в том числе в 2000 часов, уже может выявить какие-то нюансы, которые надо будет исправить. То есть вот у нас следующий этап, скажем так, трамвай подтвердил технические свои характеристики, и сейчас мы переходим на этап опытной такой долгосрочной эксплуатации. После чего мы понимаем, что людям точно небезопасно, никаких вспышек, никаких воспламенений быть не может, и тогда мы получаем возможность, заключаем договор с Уралвагонзаводом на аренду трамвая и выходим на линию. А что касается старых вагончиков, близятся новогодние праздники, погода не совсем новогодняя. Будете ли вы как-то украшать вагоны? Традиционно, уже так сложилось, конечно же, наш новогодний трамвай, он уже готов. Ну, планируем, наверное, все-таки... А, он один, да? Он будет работать на третьем маршруте, это трамвай имени Гота, в гирляндах, в звездах, чтобы нашим пассажирам, да и вообще жителям города и гостям создавать праздничное настроение. Всем новогодний трамвай нравится, он будет ходить на регулярных маршрутах. — 31 числа в ночь также будет ходить этот трамвай, да? — Да, конечно же. — И 1 числа. То есть новогодние праздники — это не для вас? Вы в любом случае работаете? — Ну, мы работаем для пассажиров, для людей города, это очень важно, поэтому всю ночь будет работать трамвай, несколько трамваев, не в полном объеме, но будет работать. — И в завершение скажите о планах на следующий год и можете поздравить наших телезрителей с наступающими праздниками? — Ну, конечно же, у нас еще впереди очень много задач, которые мы планируем выполнить. Ну, конечно же, это проведение реконструкции трамвайных путей, это все-таки приобретение, выработка механизма и приобретение трамваев для города Евпатории, чтобы радовать жителей и гостей города-курорта новыми трамваями. — Ну, конечно же, спасибо за прекрасную возможность сказать всем родным, близким, трудовому коллективу и моим соратникам спасибо большое администрации города, совету, Олесе Викторовне, Роману Георгиевичу за поддержку. Всех с наступающим Новым годом, счастья, удачи, здоровья и, конечно же, праздничного новогоднего настроения. — Михаил Владимирович, спасибо большое, что нашли время к нам прийти, мы желаем вам удачи, успехов, всегда рады вас видеть в этой студии. — Спасибо большое. — Коллеги, на носу новогодние праздники, все мысли об отдыхе, но нам все-таки нужно еще поработать, так сказать, вложить последние силы. Как у вас новогоднее настроение есть уже или все-таки погода дает о себе знать? — Я думаю, что и так и эдак, и погода, конечно же, не новогодняя, тем не менее настроение праздничное. Я вижу у вас также и желаю вам, чтобы настроение ваше только повышалось. До встречи, увидимся скоро.